Сереж, я знаю, что ты очень часто обращаешься к Тибет и катаешь людей на этом плоту. Слушай, а бывают какие-то прикольные истории? Какие-то неординарные вещи, которые происходят? Все люди разные. У меня был один случай, такой, из рук вон как бы. Всегда все цивильно, все так культурно, люди отдыхают, да, с напитками выпивают. Ну, один раз. Это интересно, да, было. Мне было не до смеха, конечно, сначала. Теперь это выглядит как анекдотический такой случай. Сбуя семья заказала меня. Ну, заказали ее. Сбуя, да, удивительно. Не дешевое удовольствие. Да, ну, они, это, семья такая, они же среднего живут они. А сын, вот, у женщины, он штурманом на самоходной барже. Вот. И он решил, у него, у дочки 6 лет, и он решил сделать подарок всей семье, своей маме, сестра старшая его, ну, и он с женой, и с дочкой. И старшая сестра тоже с ребенком. Мама у него, Надежда, по-моему, и звали, не помню. Очень крупная такая женщина. Ну, не старая, там, я думаю, там, лет, может, 47 ей, 48. Вот. И, в общем, они пришли, я их на причале у Золотого кольца посадил. Она крупная, прям, такая, очень женщина. Она села... Прям под 200, да? Ну, наверное, думаю, да. Она села в кресло, они принесли мясо свое, тут все, как бы. Я им все жарю, тут на шашлычке, все-все-все, все хорошо. Они выпивают, дождичек такой был, погода не очень хорошая была, но они вообще счастливы просто. Особенно мама, она, ой, спасибо, сынок, ты нас вывез, это что-то с чем-то. И вот, все цивильно, все хорошо. Мы идем в сторону Ипатьевского монастыря потихонечку, не спеша, они выпивают, закусывают тут. Тут меня угостили мясом, тут, ну, все, все хорошо, в общем. Ну, и когда мы с Ипатьевского уже начинаем возвращаться назад, в районе правого берега, подходит ГИМС, катер ГИМСа. Ну, проверить, проверить документы туда-сюда, короче говоря. Ну, и они подходят, я показываю им права, QR-код, они говорят, придите, пожалуйста. А уже, компания-то уже изрядно так подвыпившила. О, старшая сестра уже дремлет даже, в таком. Ну, и, короче, ГИМСа меня приглашает к себе на катер, пройдите на катер, QR-код считайте. Я прохожу, и вдруг это Надежда, мама, крупная женщина эта, встает, подходит вот так к заграждению. И как начинает на них, да вы, что нам мешать отдыхать? Начинает их обзывать козлами там, как-то, ну, вообще. Сусматов, да, конечно, конечно. Вот. Они, естественно, ну, мужики, как бы, они пенсионеры УВД, и вот в ГИМСе работают инспекторами. Они, естественно, на это дело, ах, чувак, мы сейчас вызываем полицию, у вас полицию, туда-сюда. Я вообще, я им говорю, ребят, ну, давайте решайте вопрос со мной, это просто люди, они отдыхают, не обращайте внимания. А их зацепило, что она их оскорбила там, ну, чуть ли не послала там. Я к ней, я говорю, умоляю, сядьте на место, пожалуйста, ну, ничего не говорите, не сквернословьте, не обзывайте. Ну, это же люди, так, выполняющие свои обязанности. Она села, ладно, успокоилась, все, мы с ними вопрос решаем. Они отплывают, и все, настроение компании, соответственно, улетучилось. Она начинает, я говорю, ну, все, вроде закончил. Они продолжают, мама-то, вот, что это такое. Я говорю, ну, все, давайте забыли, все. Мы, говорю, их обозвали, ну, не надо было вам этого делать. Они вот как бы обиделись на обзывание, хотели в полицию вас дать. И она переводит стрелки на меня. Да это ты виноват во всем. Это ты виноват там, ты-то-ты. Я, ну, в чем вроде виноват, я-то культурно так стараюсь вроде это утихомирить. Она прям разошлась, все, это ты виноват, Саша сыну говорит, это он. Ты не слушай его, я не виноват, а ни в чем-то. Ну, все, ладно. Ну, Саша, слава богу, адекватный парень такой попался, ладно. И мы, в общем-то, дальше идем. Я говорю, все, забыли, давайте отдыхаем. Дальше все, расслабляемся. Вдруг она говорит, в районе тоже, там, вот, правого берега, в районе круиза. Причаливай вот здесь, к берегу, я буду купаться. Все немножечко, все немножечко шокированы таким заявлением. Потому что все-таки баркас такой, лесенка небольшая, как бы к берегу мне близко тоже, ну, не подойдет. 6 лет 10 килограмм. Да, она мощная очень. Раз, ну, я говорю, ну, что делать, они все, ну, что, раз она просит, давай причаливай. Я причалил, отвернись, я в трусах и в лифчике. Я, ну, хорошо, отвернулся она, а у нее длинное платье такое, она его снимает, а дождик идет. Платье бросает вот сюда на шезлонг и по лесенке кое-как спускается туда. Все, она в воду купается, в общем. Все, она, ой, хорошо, все, хорошо купается. Ну, ладно, все сидят, ждут ее. 10, 15, 20 минут, они уже устали. Мама, выходи. Она, ну, кое-как уговорили ее выйти, все. Ну, она выходит, вот такая она, подходит к лесенке. Ногу одну ставить на лесенку, и мы понимаем, что все, ей не выбраться. Ей вторую ногу просто даже тело свое не перенести. И все. И, в общем, я понимаю, что это тупик, а она, естественно, хорошо выпивши. Елки-палки. Родственники родня ее. Мама ругает ее. Давай, что у тебя ноги не шевелятся? Да, Саша, не шевелятся, говорит. И, в общем, мы... Да. Они на нее ругаются. Мы понимаем, что нам ее не вытащить. Мы с Саней пытаемся ее оттуда достать. Ничего у нас не уходит. Я вниз спустился, ее снизу толкаю. А уже, говорит, не подклятываешься? Да, уже все. Можно смотреть? Я думаю уже о манипуляторе. Думаю, манипулятор что ли вызывать. Ну, ладно, кое-как, я не знаю, каким-то чудом, как она тут заползла. В общем, вон туда все. И впереди вот так села, все сидит. Естественно, она хорошо выпишет, все она. Я спрыгиваю, думаю, надо быстрее баркаст отталкивать от берега. А не как она сидит там. Я говорю, Сань, надо, чтобы она проползла хотя бы на середину. Кое-как она ползком, каким-то чудом вообще это что-то. Переползает все-таки. Все, я сталкиваю, отхожу от берега. Фу, слава богу. Садится она. Они вызывают такси, чтобы им в буй вернуться. Я к причалу чалю. Она сидит в лифчике и в трусах. Платье, которое она положила, естественно, под дождем она вымокла. Они ей говорят, одевайся. Она не может одеться. Все, платье мокрое. Все кошмар вообще. Она сидит вот так, им накрылось платьем. У меня костюм. Я вожу с собой костюм. Он здоровый, большой такой, старый еще с квадроцикла. Я говорю, у меня есть костюм камуфлированный, Саня. Да, я сейчас дам, ну этот баллоневый, он нормальный, такси доедет. Саня, все, давай, Серега. Я говорю, все, я отдам ему. Я достаю этот костюм. Она на него смотрит. Я это, никогда в жизни не надену. Мы впадаем в очередной шок. Я говорю, ну посмотрите, костюм нормальный, ну что вы. Я не надену это никогда, ни за что. Уже внучки кричат, девочки. Бабушка, одевайся. Кошмар. Они начинают ее всем табором одевать. Это платье мокрое ей натягивают. Все завернулось. Кое-как вообще ужас. Одели, в общем, это платье ей. Я уже к причалу подошел. Думаю, господи, если она сейчас пойдет и упадет, то, да, ее качают, ну от принятого. Думаю, сейчас если рухнет на шезлонг, в дребезги. Ну, кое-как ее они всем миром, держа ее на причал, высадили. Все, вышли они. Все, я перекрестился. Господи, спасибо, что все так закончилось. Так что, вот такие вот, такие, да, бывают пассажиры. Вот. Ну, не дай бог, чтобы такие пассажиры попадались. Не очень это комфортно. Ну, нервов хапнул, конечно, я тогда, да. Потому что, думаю, если сейчас и сын еще, ну, примет ее сторону, и они все на меня тут. Они у меня вообще скатер. Да, тут я просто, ну, а мы на воде, как говорится. Я-то принял, ну, я, а у него жена-то, она прям, ну, не выпивала такая спокойная, очень такая девушка. Я говорю, Настя, ну, спасибо, но я сделал все, что мог. Она, Сергей, спасибо, все, все. В общем, в оконцовке-то им, конечно, все понравилось. Все, слава богу. Мне кажется, они об этом сами будут очень долго спрашивать. Конечно, им это все понравилось. Я уверен, это вспоминают они. Ну, вот так вот. Дорогие друзья, такие бывают истории у Сережи. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok